йога для мозгов на серебряном дожде здравствуйте добрый вечер александр андреевич рад вас слышать не вижу но вижу себя но верю что вы в студии как всегда понедельник и мы начинаем нашу замечательную йогу для мозгов обычно в это время я рассказываю каких-то интересных событиях или людях или каких-то происшествиях которые имели место некоторое время назад а сегодня все разом сегодня все разом но в это время я задаю вопросы вы будете присылать свои ответы я знаю что вы обязательно ответить им правильно на какой-нибудь из вопросов которые я задаю они совершенно не нелегкие обычно но всегда находятся умные люди дотошные которые могут все найти отгадать логическим путем до чего-то дойти и так далее а вот куда надо присылать ответы куда мне скажет сейчас плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 наш номер не меняется это для ваших сообщений в ватсап в sms или вайбер пишите надеемся на правильные ответы только обязательно подписывайтесь потому что у меня в подарок для вас книжка так называется йога для мозгов кстати первый том безвозвратно уже ушел я не знаю я надеюсь что издать стейкс мой его переиздаст потому что у меня не осталось практически один экземпляр не остался на память а вот второй том тоже как-то очень быстро уже четвертый тираж расходятся и видно в нашей стране люди хотят все таки знаете мы были как-то самой читающей нации на свете да теперь мы становимся самой читающей нации йоги для мозгов ну так вот о чем я сегодня хотел с вами поговорить в этом году исполняется 40 лет со дня довольно грустной даты на самом деле но это грустная дата она как бы подтолкнула меня к тому чтобы поговорить на эту тему тем более что совершенно неожиданно последнее время начали ходить слухи о том что расследование убийство зори северной федоровой которая состоялась я вам сказал 40 лет назад в 1981 году но вдруг совершенно неожиданно для меня по крайней мере то что я слышал снова открыто потому что появились вновь найденные какие-то улики обстоятельства там и так далее подобное вот почему собственно не захотелось сегодня об этом поговорить слишком знаковая была история и слишком громкое было дело из 40 лет никто ничего не понимал что же что же там происходило на самом деле и вдруг вот произошло что-то такое из ряда вон выдающийся что заставило людей уголовном розыске как бы снова вспомнить это дело и начать его расследование может действительно тайные все все тайное рано или поздно все-таки должно каким-то образом все тайны должны вскрываться и все загадки должны решаться ну я напомню для начала немного кто такая злая федорова если есть нашей стране люди которые не помнят эту совершенно замечательную актрису который вся так немножко загадка на самом деле даже она сама и ее судьба вообще шина феерическая и трагическая одновременно зоя активна федоровна родилась по одним сведениям в девятом году по другим в седьмом и она как-то так всегда оставляла за кадром действительно тайну своего рождения она советская известнейшая актриса снялась во многих десятках фильмов заслуженная артистка российской федерации получил ее в шестьдесят пятом году лауреат двух сталинских премий сорок первого и сорок второго года и мать абсолютно красавицы нашего кинематографа шина просто знаете такая действительно голливудская звезда которая потом и стала в общем голливудской звездой действительно одна из самых красивых женщин советского союза виктории федоровой она снималась таких известных фильмов как подруги музыкально 35 год музыкальная история сырковой фронтовые подруги сорок второе свадьбы 44 она играла и в знаменитом фильме свадьба в малиновке и москва слезам не верит со своей знаменитой она в общем после войны стала вернее после войны когда она снова вернулась в кинематограф она стала такой королевой эпизодов и если помните ее в замечательную пару в фильме где она произносит она там жена ответственного работника мусик мусик хочет водочки помните все и все эту эпопею и ее замечательные слова в фильме москва слезам не верит когда она говорила играя вахтершу в общежитии это было очень смешно и очень мило и вообще заставляла всех смеяться кто не знал зои федоров до войны кто не судачил о том что с ней произошло после ее судьба сначала складывалась совершенно как я уже сказал феерическим образом она начала сниматься довольно рано и будучи талантливой актрисой она завоевала сердца людей она не была такой эффектный как бы сегодня сказали модельной внешностью как любовь петровна орлова такой секс символ или валентина серова да она была другая она была такая своя девочка который очень располагала людей к себе и ее безумно красивая улыбка притягивала к себе взгляды как мужчин так и женщин и и оба абсолютно обожали не случайно в общем две сталинских премии и говорят что сам страшно сказать лаврентий павлович берия за ней ухаживал и таксан андреевич давайте возьмем маленькую паузу на этом месте и вы меня простите будьте добры одну буквально до пару минут йога для мозгов добрый вечер еще раз дорогие друзья йога для мозгов с александр бровинским я продолжу свой рассказ о за их семьи алексеевне федоровой которая была убита 40 лет назад ну почти там несколько месяцев разница к этому печального юбилея она была убита несколько лет назад я начал рассказывать в общем ее истории которые с одной стороны триумфальная потому что это очень известная актриса любимая в нашем народе лауреат многих премий обожаемая за свои эпизоды в шестидесятых пятидесятых шестьдесятых семидесятых восьмидесятых годах и женщина которая играла центральные роли тридцатых сороковых годах она несколько раз была замужем сначала за сценаристом и актером неким неким извините он кинооператор был перепутал владимир рапопорт потом в тридцать девятом году она с ним развелась и вышла замуж за летчика и известного героя иван иван клещов который к сожалению погиб в 1942 году геройский погиб она осталась задовой и вот тут начинаются всякие тревоги до и что было до этого точно важный момент ее папа который она из простой семьи и ее отец дослужился до начальника паспортного стола кремля серьезный пост однако конец инициатых годов как и звери вторая половина 30-х годов ознаменовалась как мы все знаем сложными временами в нашей стране сначала были чистки а потом были аресты и так далее вот ее отец который верой и правдой в общем служил цельской власти и дослужился до эйчара можно сказать своеобразного начальника паспортного стола начальник паспортного стола кремля это все это человек который задает вопросы берет людей на работу это очень и очень серьезный пост такой практически начальник отдела кадров начальником паспортного стола он был арестован он был обвинен в том что ну естественно как всегда шпионская деятельность и так далее и подобное а что делает федорова так как она очень известна она встречается с всесильным человеком на тот период времени который управляет серьезной организации да чекисты естественно и года и уговаривает его как бы все таки помиловать помиловать отца что собственно он через какое-то время и сделал правда отец вышел совершенно больной там скоро скорости скончался но в общем действительно его его отпустили говорят это совершенно непроверенная история говорят что именно в этот момент зоя федоровой подписала договор вернее договор какую-то бумагу простите меня за оговорку договор там договора быть не может некую бумагу с с теми же чекистами по которым она начала исполнять там какую-то роль для них слушать разговоры переводить или что-то еще бог с ним мы не знаем что да и не знаем правда ли это за ней нашли ухаживать берия говорят что это из этого ничего не получилось по причине того что и это тоже очередная легенда которая связана с зоей федоровой он предложил ей постель впрочем берия говорят предлагал постель очень многим не знаю но вот так читал и ходят слухи и подарив ей букет она букет отвергла и сказала что нет и спать с вами не буду там и так далее и и там подобно и тогда берия сказал какую некую крылатую фразу а может быть это все опять-таки легенда он сказал тогда это не букет который я хотел вам подарить а венок а дальше происходят следующие события дальше война и зои федорова как звезда советского кино она знакомится с с победителями да иностранцы кое в почете потому что мы в этот момент дружим с англичанами и американцами и и французами естественно страны победителей и в сорок пятом году она знакомится с американским дипломатом с красавцем джексон тейт и как это бывает говорят опять таки она была не ее внедрили для того чтобы слушать что говорит американец а он серьезный дипломат молодой очень перспективный в дальнейшем стал статья адмирал от которой восемнадцатого января сорок шестого года девять месяцев никуда не денешься родила вот эту знаменитую свою красавицу дочь викторию тейт к тому времени по требованию советского советского правительства покинул пределы ссср и не знал о беременности федорова федорова пытаясь скрыть она определенно понимала какая опасность ей может грозить и она пыталась скрыть факт рождения ребенка как бы от иностранцев от всех и очень спешно вышла замуж за очень симпатичного человека за композитора александра рязанова с его оркестром она выступала в сороковых годах потому что она пела не был миленький голос не помогло 27 декабря сорок шестого года зоя федорова была арестована и после предварительного заключения на лубянке в лефортово конечно серьезные тюрьмы да приговорена за шпионаж к 25 годам лагерей усиленного режима он написал письмо бери бери не ответил правда я может быть все таки ответил тоже никто не знает и заменили заключение во владимирской тюрьме однако была конфискация имущества она была довольно состоятельная девушка потому что зарабатывала неплохо она давала концерты она работала так наизносно ее сестра заодно потому что в общем шпионы у нас просто так в семье не гнездились они не были единичны в семье они обрабатывали по по идее руководство по идее чекистов они еще обрабатывали людей там вокруг себя так вот ее сестра александра была приговорена к пожизненной ссылке с детьми вместе была выслана в казахстан и забрала вику маленькой девочкой естественно совсем грудничком она забрала и воспитывала ее сама на равняю вместе своими детьми и это выросла и называла александра сестру зой мамой и по-другому не могла называть потому что она росла с другими детьми конечно все они называли мамой свою маму а та называла свою тетю мамой что другого не было дано росла в казахстане очень сложных условиях что же касается другой сестры то мария была еще одна сестра мария была осуждена на 10 лет тоже конечно за шпионаж исправительно трудовые лагеря с отбыванием срока на кирпичном заводе в оркуте нельзя сказать что это сочи и она скончалась до окончания срока в пятьдесят втором году а дальше происходит следующая вещь дальше умирает сталин на радость многим заключенным и зои федоров выходит на свободу в 1955 году и 23 февраля не всегда помнят это всегда помнили это число именно 23 февраля они воссоединились с дочерью с викой которую было очень трудно называть теперь чужую тетю мамой ну потому что действительно это такая непростая история там что делать постепенно привыкла и потом совершенно обожала если она называла мамой свою тетю и мамой она называла настоящую свою маму зои федоров до конца своей дней у нее была мама как бы страна и судьба начали снова поворачиваться лицом к зои федорове ее снова начинают снимать она в 56 году и до конца своих дней попадает в труппу очень симпатичного театра в то время в котором работали великолепные совершенно звезды кино в основном но театр то был очень классный она работает в школе в театре студии кино актера который находится по моему на поварской если мне не изменится или на никитской на поварской сейчас не помню точно но именно в том в том районе скорее всего на поварской и в этом театре вообще совершенно потрясающие персонажи играют актеры великолепные я помню я смотрел там чудный спектакль что-то задолго до выхода иван васильевич меняет профессию там шел спектакль когда назывался по пьесе булгакова просто иван васильич так там играл глузки там играла как раз зои федорова блестящий совершенно спектакль театральная постановка когда я сделал кинофильма театральная постановка была очень и очень интересная вот там она работает имеет успех потому что в общем зои федорову любит и и снова начинают снимать в кино она много с ним просто много снимается в 60 и 70-е годы но преимущество теперь в небольших в эпизодах очень характерных таких характерных ролях характерные роли знаете и так и так и все идет неплохо все идет неплохо однако мало этого во время оттепеля она еще списывается с с америкой выясняет где и он где находится ее любимый и неожиданно в семьдесят шестом году она снова встречается с джексон тейтем джексон тейт который в общем понимает что у него дочь и и так далее каким-то образом делает так что известная наша актриса века федора то есть дочка федоровой она уезжает соединенные штаты америки здесь успех у нее грандиозный она уезжает соединенные штаты америки и думаешь она сделает карьеру в голливуде слушайте пора задать вам пару вопросов сейчас я посмотрю ну что вопросы йога для мозгов вопрос первый первый вопрос я вам расскажу сценарий фильма в котором играла виктория не зоя виктория федорова да а вы мне должны будете ответить что это за фильм и так мать и жена исчезает в городе вот в одном городе живет муж жена и взрослый сын жена едет там куда-то и исчезает в этом городе и в этот город едет отец и сын на поиски своей супруги и матери и вот во время поисков выясняется одна интересная история выясняется что человек которого сын назвал своим отцом и думал что его очень хорошо знает совершенно другой человек хороший фильм добротный когда я вам скажу как он называется я сейчас рекомендую вам его посмотреть а вообще-то фильм хорошего там играла вика федорова да назовите этот фильм будете молодец и второй вопрос йога для мозгов вопрос второй зоя федора ну а зоя федора было сделано там масса фильмов вообще о ее трагедии и так далее было сделано ну много много чего кто присутствовал на ее на их с отцом вики федорове первом свидании был третий человек который присутствовал при их свидании вот два вопроса подпишите подписывайтесь обязательно потому что иначе некому будет вручить книгу ну а я продолжу у нас по моему остается совсем немного времени до перерыва и давайте напомним телефон по которому надо писать да совершенно верно плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 александрич возьмем маленькую паузу договорились давайте мы по-прежнему не раскрываем секретов правильных до конца до программы вот я тогда сейчас подключу к себе ватсап вот чтобы но кстати многие многие жалуются почему-то на звук у вас там точно все хорошо с конектом вы нас хорошо слышите вы знаете идет какой-то такой сторонний гул я правда не могу понять с чем это связано но ладно думаю что это наверное какие-то технические проблемы поправимые так я бы очень хотел сейчас оказаться напротив вас и за андреич в вашем уютном кабинете и услышать эту историю да знаете прям непосредственно от вас лично так ну вот уже пошли первые ответы париж техас париж техас из екатеринбурга пишет дмитрий и эдуард фильм подсолнухи предполагает даша так 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 пока больше вариантов нету пока нету и правильных ответов да ну будем надеяться так вот пока да пока все пишут только с третьим на первой встрече тоже нету нет вот пока все вот ответы которые я вам прочитал пока вот так ну вы сегодня презентуете свою книгу я правильно понимаю за правильный ответ а правильный ответ будет в каждом вопросе соответственно возможно да будет два у нас победителя хорошо йога для мозгов на серебряном дожде добрый вечер дорогие друзья йога для мозгов с Александром Добровенским говорим мы сегодня о трагическом убийстве все убийства трагические но это убийство никогда не было раскрыто убийство зои федоровой который произошло почти 40 лет назад 1981 году и теперь поговорим о самом убийстве и о версии которые есть и о последних которых слова которые я вам заранее скажу частично почему эта история меня заинтересовала и почему я сегодня они рассказывают тоже станет как вашим достоянием все расскажу и не случайно сижу в своем кабинете потому что картины которые вещат сзади это совсем не было неплохие работы на которые я сыграю это тоже связано с искусством и и последней версии и убийство однако в 1981 году ее подруга не могла попасть к ней домой хотя у них была назначена встреча квартира была закрыта было слышно радио и так далее попасть не могла она вызвала там родственника родственник попасть не мог он сбегался ключами принес ключи когда они зашли в квартиру они увидели что зоя сидится все на федорово сидится столом в старом халате в штопанных носках бачках которые на ней не носила на людях были какие-то которые не нравились держит в руку в руке телефонную трубку там идут длинные гудки занятым напомню что в 81 году мобильных телефонов еще не было и у нее четко чем под ней большая лужа крови сначала не подумали что произошло какое-то кровоизлияние и так далее когда ее наклонили то увидели что они из за лба даже прострелили на затылок через затылок пулю прошла насквозь и так далее пулю нашли естественно вызвали полицию полицию тогда была милиция вызвали милицию там начали приезжать какие-то очень серьезные дядьки немножко затоптали следы там в общем был целый целый скандал по этому поводу потому что муровцы не пускали высокие чины которые хотели попасть туда что же было обнаружено в этой квартире а собственно в этой квартире было одновременно обнаружено и что и ничего во первых там была обнаружена теперь что сначала начнем там была обнаружена гильза от немецкого пистолета зауэр довольно редкое оружие в нашей стране было известно только три человека у которых был этот пистолет зауэр все три никаким образом не расставались с оружием и не принимали и у всех трех было алины на всякий случай посадили племянника зои федорова или там родственника близкого который как раз открывал эту квартиру и посадили на всякий случай он немножко посидел выпустили он был очень счастлив что его выпустили на доказать его причастность к убийству не смогли они думали что там он навел или или сам участвовал у него было железное алиби ни на кого ничего не наводит а нашли неимоверное количество этикеток от бриллиантов или драгоценных камней которые действительно торговала и вернее под торговала зои федорова ну слушайте на зарплату в театре жить не 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 хотелось она всегда прилично жила кстати это все происходило на культурском проспекте 4 2 очень элитный дом как вы знаете москвичи знают и это тоже квартира просто так не досталось он достался и за деньги насколько я понимаешь сегодня и мы понимаем нашли очень много этикеток массу пустых коробочек из-под драгоценности и никаких драгоценности практически не нашли то ли они были где-то спрятаны в другом месте то ли убийца и забрал говорят что она купила за несколько дней до этого как некое кольцо за 50 тысяч рублей что совершенно феерически огромные деньги на тот период времени у меня была стипендия 40 рублей и считал что это 45 у меня была на первом курсе повышенная стипендия ах а тут 50 тысяч рублей очень очень большие деньги на тот период времени кольца не нашли но собственно и слухов тоже о том купила и не купила непонятно было ее записная книжка 4 тысячи телефонов и адресов вместе весь мосфильм знал допрошены были практически все из этой записной книжки никто ничего не рассказал кроме сплетен друг про друга кто чем спекулирует и так далее ни одного вот мало-мальски пригодного вообще штриха к тому что могло произойти и почему она была убита загадки загадки начали с самого начала первая загадка была удивительная значит зоя федорова замок не сломан значит зоя федорова открыла дверь какому-то знакомому человеку но она должна была открыть дверь очень знакомому человеку даже женщина в старом халате и в штопанных носках при том что у нее были очень хорошие тряпки да и одежда была она встречала какого-то человек который она совершенно не стеснялась и этот человек именно этот человек застрелил ее в затылок на расстоянии баллистическая экспертиза определила настояние 15 сантиметров от затылок то есть он стоял рядом с ним кому она звонила или кто звонил ей в этот момент было совершенно непонятно определить тогда не удалось к сшили удивительно другое удивительно то что после того как баллисты сказали специалисты по баллистике сказали что выстрел произошел на расстоянии там 15-20 сантиметров от затылка то вот этим ветром который или там выхлопным чем-то небольшой знаток выстрела в затылок да но и ее волосы должны были быть всклопочены и разлохмачены в затылке стреляли части в упор этого не было она была причёсана то есть мужество начало на мать голову а каким образом могло произойти что зои федорова этот человек сначала застрелил а потом причесал версии было много торговлю бриллиантами с брежневой которая дочь леонида ильича да которая своим подругам она была одна из подруг говорила о том что там за несколько дней до повышения цен говорила о том что цены на бриллианты поднимутся и вот эти наши якутские алмазы бриллиант не знаю что они поднимались цене довольно довольно весело в 80-х годах люди скупали их и через буквально две недели могли перепродать там с заработком 50 или даже сто процентов за федорова могла скупать и она говорила это что она могла скупать бриллианты чтобы переправлять их в соединенные штаты америки своей дочери то вышла замуж правда за летчика но денег мало не бывает и от продажи этих бриллиантов она обеспечила себе раньше какой-то плацдарм потому что она собиралась переехать окончательно своей дочери в америку и поселиться там и в общем об этом все знали документы у меня не лежали в айфире была такая организация отдела вис регистрации выезда за границу да и там лежали двин по мне отказали один раз потому что чем не потому что вот не хотели выпускать а потому что какие-то документы не были не так были собраны первая версия была и застрелили бриллианты она и эта версия довольно бодро держится вторая версия что и убили потому что ограбили третья версия и убили потому что не хотели отдавать ей толк четвертой версии на мой взгляд полная ерунда потому что наоборот она была кому-то должна ей там стиле ну слушайте на человек который должен не не мстят а теперь каким образом совершенно неожиданно это меня задело я вам скажу я коллекционер еще раз вы видите тот кто нас смотрит видит картины сзади сзади меня там кончаловский пиминов и так далее очень существует очень много подделок и несколько лет назад мне пришла идея в голову который сейчас следующем все художники художники всего мира когда работают над каким-то произведением если это холст масло или это картон масло так или иначе оставляют свои отпечатки пальцев в красках они подправляют но всегда и все вот невозможно найти художник который никогда бы не прикоснулся к своей живой материи когда он работал у меня возникла идея взять картины кого угодно там от рембрандта выстроить ряд взять отпечатки пальцев там дэйнека пименов не важно совершенно яненко неважно кто мы найдем отпечатки пальцев на каждой картине и есть каждой картине они они одинаковы это и есть отпечатки пальцев художника и если эти отпечатки пальцев завести картотеку этих отпечатков пальцев, когда приносят новую картину на определение, подделка это или не подделка, вот тут возникает очень интересный вопрос. Нет отпечатков подделкой, есть отпечатки на нормальную вещь. Я, честно говоря, думал, что мне уже поставят памятник при жизни за эту идею. Я начал разговаривать с директорами музеев у нас и за границей, считая, что вообще все совершенно потрясающе. И вот случился ужас. Мне начали говорить, идея гениальная, не возьмем никогда в жизни на вооружение. У меня глаза порезли. Как мы обезопасим себя? А проверить можно только на музейных работах. Как вы проверите, вам нужно выстроить 10 картин и определить, чтобы в этих всех 10 картин есть отпечатки пальцев. Я говорю, как, что, почему, объясните мне. Мы же за правое дело боремся, это же здорово. Мы сказали, нет, вы знаете, дело что это в том, что ни один музей вам не даст. Все боятся, теперь внимание, объяснение, почему. Все боятся того, что в музее есть подделка. Ни одна, ни две, а тысячи подделок. И никто, а люди ходят, молятся на эти картины, знаете, мы все знаем, что вот там висит Рокотов, а здесь висит Рембрандт, и так далее, и так далее, и подобное. И вот тут я возвращаюсь к истории, к Зое Федорову. А Зоя Федорова, которая всплыла совершенно недавно, Зоя Федорова отправила каким-то образом через дипломатов за границу очень и очень серьезную работу для того, чтобы Вика ее продала. Виктория взяла эту работу. Как я уже говорил, работа была очень серьезная. И написала маме, что работа не очень хорошая. То есть подделка. То, что всплывает теперь сегодня. История следующая. И эта версия, на мой взгляд, самая такая, которая держится сегодня, знаете, вот, то, что ее убили чекисты было, то, что ее там кто-то приревновал. Бреда было очень много. Зачем чекистам ее убивать? Ну, зачем Митя Дуба и СССР на безопасность ее убивать? Старушку ей было там 74 года. Вот для чего нужно было убивать Зоя? Ну, она уезжала в Америку. Ну, и что? Ничего в этом страшного нет. А вот то, что она купила, некую работу из одного из наших музеев. Вот в этом что-то есть. Версия заключается в том, что она купила... А, слушайте, талантов у нас много. Это не только в Китае делает подделку. У нас делает подделка нисколько не хуже, чем в Китае. Версия заключается в том, что Зои Федоровой принесли картину некого мастера. Есть подозрение сегодня, что это какие-то суперголландцы, кои встречаются в наших музеях. Как известно, у нас потрясающие музеи. Это от Эрмитажа до Пушкинского. А в провинции тоже полно абсолютнейших шедевров. Так вот, в одном из наших музеев, не будем сейчас уточнять, висят фальшивые голландцы. Голландец, вот тот великий один. А Зои Федоровой принесли вещь, которую она и переслала в Соединенные Штаты Америки. Но опять-таки история непростая. Зоя Федоров сама никаким образом вывести вещь не могла. Значит, эту вещь должен был вывести кто-то. А значит, и это... Слушайте, версия как версия, она сегодня разрабатывается, да? А значит, было сделано две подделки. Одна на сегодняшний день висит в музее, а вторая уплывала в Америку. Или ее дочь обманули в Соединенные Штаты, когда туда приплыла хорошая картина, которой ей сказали нет-нет, это подделка и так далее, потому что настоящая висит там условно в Пушкинском Бармитаже, там неважно где, и тогда ее забраковали каким-то образом, и никто не захотел связываться с ворованными вещами. Или это была вторая подделка. Вот именно над этой версией за такие вещи, чтобы никто ничего не пикнул, потому что подделок в музеях, не только в музеях нашей страны, но в музеях всего мира, а я вам рассказал историю, как мою идею, которую я говорил, я думал, что она совершенно, знаете, я спасу мир, искусство, конечно, я думал, с этой идеей, она будет воспитана, ничего подобного эту идею не применит. Почему? Потому что музеи не хотят разоблачать самих себя. Кто пойдет в музей, где в течение многих лет висят подделки. И вот эта история сегодня, она начинает каким-то образом складываться вокруг убийства Зои Федоровой, которое произошло в 1981 году. Это, на мой взгляд, версия, которая всплыла, в конце концов, единственная, знаете, версия, которая действительно как-то держится. Давайте разберем все, почему. кому нужна была после всей этой истории Зоя Федоровна? Она, очевидно, у нее были очень серьезные, несмотря на то, что она лауреат Сталинской премии, несмотря на то, что она обожаема нашим народом была всегда, у нее, в общем, были основания недолюбливать советскую власть, мягко говоря. Отец практически погиб из-за того, что был арестован ни за что. Она сама провела дикое количество времени на Лубянке, в Лефортово, а потом в Владимирском Централе и так далее. Кстати, когда она вышла, она жила у своей подруги Руслановой, которая тоже была во Владимирском Централе. Ее сестра погибла в лагере, не досидев два года до срока, или там несколько лет до срока и так далее. У нее были основания не любить советскую власть. Были. Уезжая из страны, она вполне могла указать кому-то, а знакомство у нее было феерическое, я уже сказал, 4000 номеров записной книжки, и Зоя Федорова могла зайти в любой кабинет в 60-70-х годах, ее обожали абсолютно все, очень симпатичная женщина. Могла найти возможность, приобрести картину, а вместо нее повесить, кто-то повесил подделку в один из главных музеев нашей страны, в один из серьезных музеев провинции, бог его знает, где и что. Приблизительно мне говорят, что это за картина, не хочу сейчас спекулировать, но вот мои знакомые утверждают, в муре, утверждают, что такая версия сегодня прорабатывается. И это, знаете, вот эта теория каким-то образом держится, потому что все остальное, там, КГБ, бриллианты, ну, ограбление, да, но, собственно, почему и убийце не поживиться еще какими-то там бриллиантами, когда он зашел в квартиру, там, где его ждали, а ждали только очень доверенного человека, слишком доверенного человека. Подруги, друзья, и так далее, не очень много бы сказал народу, но все говорят одно и то же, кто бы ни заходил в Союи Федоровой, она всегда довольно приличная выглядела. Редчайшие случаи, там, только ближайшим родственникам она могла выйти в своем стареньком хавате, а со всеми остальными она встречалась очень хорошо одетая, причесанная и так далее. И вот этот человек, который ее застрелил и потом причесал, холоднокровие какое надо иметь, именно этот человек мог прийти к Зое Федоровой и она могла его встретить в своих нелюбимых очках, в халате и так далее. По-моему, нам надо ... Самое время, да, как раз хотел вам предложить сделать маленькую паузу. Мы прервемся, Александр Андреевич, буквально, да, на несколько минут. Так, Александр Андреевич, возвращаемся к вашим вопросам и к ответам, пока есть у нас небольшая пауза. Да, даю ответ. Ну, сейчас вы их дадите, наверное, в эфире. Ну, вот что пришло к этой минуте еще. Добрый вечер. Йога для мозгов. Ответ. Дочь Виктория Федорова присутствовала на встрече с Тейтом, считает Игорь из Нижнего Новгорода. Вот. И фильм, в котором снималась Виктория Федорова, называется Двое. Неправильно. Так, вот еще одно сообщение. Фильм называется Мишень Сергей из Москвы. Сердце не прощает, считает Наталья из Кословодска. Фильм, где сыграла Виктория Федорова, расплата, предположила Наргиз из Казани. Вот, собственно, все сообщения, которые пришли к этой минуте, новые. Я так понимаю, что ни одного правильного тут нигде нет? Один есть. А, один есть, да? Да. Тогда я, с вашего позволения, продублирую их, когда мы будем уже подбираться к правильному ответу. А вы тогда мне сразу скажете, кто из них есть правильный. А продублируемый как? Ну, я прочитаю просто, сейчас их зачитаю в эфире уже тогда. Да, вы скажете, какой из них правильный. И мы тогда определим уже победителя. притягиваю. Притягиваю. Йога для мозгов. На серебряном дожде. Дорогие друзья, Йога для мозгов с Александром Добровинским. Я задавал вопросы, сейчас мы услышим ответы. А вот такая история. 40 лет, 40 лет спустя, убийство Зои Федоровой так и не раскрыто. Версия миллион. Последняя версия, о которой я рассказал, она каким-то образом, в общем, начинает складываться, потому что действительно, действительно в наших музеях, к сожалению, очень много подделок. Что произошло на самом деле? И действительно, Зоя Федорова отправляла картину. Это, в общем, известный факт и подтвержден и дочкой, и ее мужем, и даже внуком, который родился уже от брака Виктории Федоровой в Америке. Она вышла замуж там за летчика, умерла, к сожалению, рано, в 66 лет. Вика Федорова. Оставшись навсегда в памяти нашего зрителя, как одна из главных красавиц и очень хорошей актрисы. Так вот, она тоже говорила о картине, которую мама передала, и так далее. Похоже на правду. Похоже на правду. Ну, я вам рассказал, каким образом. Я сам лично столкнулся с этой проблемой, и теперь понимаю, в общем, почему музей отказывается от моего предложения. Ну, вот, сэлеви, как скажут французы, такова жизнь. Однако вернемся к нашим вопросам. Я задавал два вопроса. Первый вопрос. А у нас есть ответы какие-то, да? Да, безусловно. Безусловно. Значит, смотрите, что пришло к этой минуте. Добрый вечер. Фильм называется, в котором снималась Виктория Федорова, двое, предполагает, Игорь из Нижнего Новгорода. И его же ответ, дочь Виктория Федорова, присутствовала при встрече с Тейтом. Дальше. Фильм «Мишель», «Мишень», считает Сергей, из Москвы. Еще одна версия фильма, это «Сердце не прощает», считает Наталья из Кисловодска. Фильм, где сыграла Виктория Федорова, «Расплата», предполагает Наргиз из Казани. Очень много предположений, что это Париж-Техас и фильм «Подсолнухи». Смотрите, значит, есть правильный ответ. Шикарный. да, это фанфары, да, готовы фанфары? Ну, давайте сделаем, конечно, почему бы и нет. Это фильм «Мишень». Это фильм «Мишень» из знаменитого американского Парижа. Да-да. Знаменитого американского режиссера Артура Пэна. Это история жены, которая летит в Париж из Америки и там пропадает. Ее муж и сын летят на ее розыске. И в Париже, когда не занимается розыском, выясняется, что муж этой женщины, о чем никогда не подозревал отец, молодого человека, который летит, работник ЦРУ. Такой очень и очень качественный триллер. Я вам советую его посмотреть. Вообще, Артур Пэн блестящий совершенно режиссер, суперский, да. Советую ему посмотреть, и тем более, что вы увидите несравненно Викторию Федорову, которая немного снималась, несмотря на свою красоту, немного снималась в Америке, снималась. Думаю, что здесь бы она сделала, конечно, такую большую карьеру. Слушайте, она выбрала жизнь там. И у нас был еще один вопрос. Кто присутствовал в предприятии? на свидание. Это очень интересная вещь, на самом деле. При первом свидании присутствовала жена Тейдера, которая не отпустила его для того, чтобы, знаете, вот женская ревность, она не отпустила своего мужа на свидание со своей возлюбленной, о которой он ей все рассказал в эпоху, когда он познакомился с своей американской женой. Она все знала, кто такая Зоя Федорова, и так далее, и подобное. Она знала все подробности уже, когда они начали во время оттепи или каким-то образом переписываться, и так далее. Она знала, что есть дочь, и так далее. И не отпустила навстречу с возлюбленной своего мужа, несмотря на то, что прошли годы, и несмотря на то, что они были уже оба довольно там, не в юном, скажем, возрасте, не в юном возрасте. Ну, вот так вот женская ревность сказала, сказалась. Вот такова история убийства Зои Федоровой, которое произошло 40 лет назад, и такова последняя версия, которая сегодня бытует в некоторых правоохранительных уровнях, в некоторых в муре, и расследование, которое вполне возможно снова каким-то образом возродится, и может быть мы с вами станем очевидцами того, что узнаем правду о том, кто на самом деле и за что убил нашу замечательную Зою Алексеевну Федорову. Вот такова судьба этой женщины, которая подарила ей любовь народа и очень трагичную жизнь, которой она и прожила. Что же касается меня, то я буду скучать без вас всю неделю. Это была йога для мозгов с Александром Добровинским. Мы услышимся в следующий понедельник.